Вы когда-нибудь задумывались о смерти? Да, у меня было такое время. Я раньше жила проблемами своего мужа, своих детей, родственников, внуков. Вела хозяйство, была хорошая мама, хорошая жена, хорошая сестра. И в один прекрасный день, в июне прошлого года, мне поставили диагноз онкологичников. Мне сделали одну операцию в июле месяце. В августе мне сделали вторую операцию, удалили все женские органы. Состояние было, ну, очень сложное. Хотя я очень сильная, я не могла ни сидеть, ни лежать. И я даже, я очень люблю весну, я люблю очень природу, да. Ну, я думала, что я уже не доживу до весны. Я была даже как-то уверена. Это были страхи такие, это было каждый день. Ну, вот все время это преследовало меня, это. Как меня выносят из дома, как я лежу, как меня выносят, как меня хоронят. Но я себе задавала тоже вопрос. Почему это произошло со мной? То есть я начала анализировать всю свою жизнь. Почему так произошло? Как мне дальше быть? У кого мне попросить прощения? Может быть, я не так жила? Может, я кого-то обидела? Может, еще что-то? Ну, мы все считаем себя идеальными. После первой операции я случайно оказалась в гостях у своей племянницы, у мужа-племянницы. Ее зовут Айман. И она мне рассказала, что она на пятом элементе занимается. Показала мне какие-то продукты, показала мне, какие изменения у нее идут. Но я тоже, я так послушала ее и приехала домой. Я сразу сказала мужу, я иду на пятый элемент. Тут же нашла куратора, оплатила и вступила в этот пятый элемент. Вы знаете, она говорила, я болею. А что, что такие прям проблемы серьезные у нее были, я этого даже не подозревала об этом, я даже не знала. Она мне когда сказала, что там хотела бы тоже, я говорю, ты обязательно запишись, посмотри. Ну, я тебе хочу сразу сказать, если ты возьмешь этот курс, займись, вот все откинь, займись только курсом. Седьмой поток я прошла неосознанно, но я слушала, слушала Махпал. И тут у меня началась вторая операция. И когда вот после операции я приехала домой, уже начался восьмой поток. И я уверенно решила пойти на этот восьмой поток, потому что я, что-то во мне происходило, но я не могла понять. Я начала уже слушать мантры, я начала медитировать, я начала уже осознанно все слушать, все уроки. И тут я почувствовала, что, а где те страхи, которые у меня все время прокручивались в голове. И тут я понимаю, что я начала засыпать, что страхи стали подсепенно уходить, что во мне стала какая-то вот пробуждаться вера. Я ее четко почувствовала, что у меня будет все хорошо, что я выздоровлю. И вот когда я пошла уже на химиотерапию, я уже не одна пошла. Со мной была моя дочь, со мной был мой муж. Меня провожала сестренка с этими суками, с вузами. Я была смахпал, потому что я включала, когда шла химиотерапия, я ее включала, я слышала ее голос. Каждая моя клетка здорова, каждая моя клетка светится. Я абсолютно здорова. Я ее слушала, и у меня еще больше появлялось столько веры. И мне было с ней так хорошо. Я себя чувствовала такой защищенной. Я же говорю, у меня прекрасные дети, прекрасный муж. Но вот эту глубину, вот этой вот защищенности, вот этого чувства, вот этого, я только от нее это вот прочувствовала. Тут моя сестренка, она меня забрала к себе. Она готовила мне все рецепты, которые махпал. А у нее рецепты были первого типа питания, второго типа питания. И кормила, можно сказать, меня с ложечки. Я не помню, как это все происходило. Ну, как бы не верила этому всему. Тем более, полгода назад она прошла полное обследование. Человек, которому никогда не было обиды на кого-то, злости на кого-то. То есть, это не должно было быть с ней произойти. После того, как прооперировали, началась химиотерапия, химиотерапия давала свои результаты. Выпадал волос. Я бегала, собиралась, чтобы она не видела. Почему-то я всю жизнь думала, что я как какой-то виноватый. Мне надо было всем вот как-то вот все дать. Я подстраивалась под всех. Когда я уже проходила восьмой поток, я точно поняла уже, как мне дальше жить. Мама изменилась. Она стала спокойнее. Она в каждом дне находила время на то, чтобы уединиться и не зарываться мыслями о том, что ее тревожило. Я очень рада, что это пришло вовремя к нам, к ней. Это насыщенная программа, которая дает людям возможность поменяться, поменяться в лучшую сторону. И как дочь я очень благодарна Махпал и больших успехов. Я полностью поменяла свое питание, свое мышление. Я поняла, что такое личное пространство. Я закрывалась у себя в комнате. По несколько часов я слушала Махпал, слушала ее уроки. И я увидела результат. То есть у меня уже страхи уже совсем. Я уже не знала, что такое страх. Мысли у меня были только позитивные. Я не стала переживать за всех. Я все отпустила, отпустила контроль. Я столько многому всего научилась. И все это я выполняла, как хорошая, правильная ученица, как отличница. Я была уверена, что моя болезнь, она не будет прогрессировать. Я даже когда пошла сдавать уже большие анализы свои, ПЭТ, КТ все, онкомаркеры все, я шла уверена. Я знала, что со мной Махпал и что все будет хорошо. И в одной из медитаций она говорила, вам врач дает анализы, улыбается и говорит, вы здоровы, вы абсолютно здоровы. И точно так. Я подошла к своему врачу Болтаеву Нурлану Анаркововичу, низкий поклон ему. Я подошла к ним и уместила, вы здоровы, Светлана, у вас все прекрасно. Я благодарна, я каждый день, утром и вечером, я посылаю благодарность Махпал. Потому что если бы не она, если бы не ее уроки, ее медитации, куда бы я ушла со своими мыслями, я не знаю. Потому что именно благодаря ей я стала правильно мыслить, я стала все осознанно, я включила наблюдателя, что я делаю, как я говорю, как я мыслю. Каждую мысль я стала уже следить за собой. И все это благодаря пятому элементу. Сегодня, на сегодняшний день, я себя считаю счастливой женщиной. Я теперь принадлежу сама себе. Я стала заниматься своими любимыми делами. Я хожу на йогу, я хожу на танцы, я вышиваю, я гуляю на природе много. Но начала я жить этой счастливой жизнью только в 60 лет. Я поставила теперь себе цель путешествовать. И мы с мужем в этом году, так как у нас 40 лет нашей совместной жизни, мы поехали с ним в Японию. Именно в Японии я настолько поняла, что вот эта вот доброта людей, милосердие на первом месте, это в Японии. Они настолько духовно богатые. И я настолько там поразилась всему этому. Мне это так все понравилось. Я начала новую жизнь. И передо мной открываются двери. И я такая счастливая, как в свои 18 лет. И я все это проработала, получила от Махпал все уроки. И сегодня я сижу вот такая счастливая, здорова, абсолютно здоровая женщина. На сегодняшний день девизом моей жизни я цитирую слова Махпал. Каждый день мы держим мир в своих руках. Мысли, действия, чувства, веру, осознанность, честность, правду и милосердие. Субтитры создавал DimaTorzok